Если вы будете заниматься хоть чем-нибудь вокруг науки, я не говорю даже про пичик, а просто хоть чем-нибудь вокруг науки, то вы увидите, что, собственно говоря, кто бы вам ни рассказывал, он в любом случае будет рассказывать с проектором и будет рассказывать в презентации. Поэтому пора привыкать, тут ничего не поделаешь, но на доске мы уже давно практически, но кто-то не спит, это редкие случаи для молодежи, когда пишут на доске. Поэтому давайте будем привыкать, это тоже меня частично оправдывает. Ну ладно, в общем, совсем технические вопросы закончены, ну и давайте двинемся, потому что курс, вообще говоря, довольно-таки большой, а семестр этот очень маленький. То есть я надеюсь, что мы, собственно говоря, в конце отеля все закончим, поэтому будем двигаться довольно-таки быстро. Еще раз говорю, у вас все источники будут, в этом смысле нет никаких проблем. Давайте будем двигаться дальше. Главное первое, основные принципы статистики, собственно говоря, заплатим первую и вторую главу, мы практически полностью войдем в теоретические основы статистической выявки, а все дальнейшие главы, кроме первой и второй, это есть просто приложение данной теории. По самом деле, развернуто, рассмотренные конкретные задачи с помощью данной науки. Все, поэтому, так, давайте приступим. Сначала мы, самое начало, будем рассматривать принципы классической статистической физики, то есть, рассматривающие системы с многими частицами, двигающимися по заказам механики. Но практически сразу же мы будем стараться писать это так, чтобы у нас была полная аналогия складок. Дальше будет верить. Итак, давайте рассмотрим с вами систему, состоящую из L одинаковых, на самом деле, для простоты взаимодействующих частиц, находящихся в достаточно большом ракроскопическом объеме. То есть, рассматриваем систему с большим числом частиц, в достаточно большом объеме. Для простых, можно считать, что частицы не обладают внутренней степени свободы, возможно, простейшим примером, как одноатомный газ мы с вами рассматриваем. Ну или не будем смотреть на внутренние степени свободы, если рассматриваем негадо. Значит, если движение частиц описывается законами классической механики, то состояние любой катой частицы задается полностью заданием ее координат и импульсов. Ее координат и импульсов. Итак, для одной частички, для того, чтобы задать ее состояние, нам необходимо знать 6 перемен. 3 компоненты координаты, 2 спектора частиц, 3 компоненты импульсов. Если у нас н частиц, то, естественно, нам необходимо знать координаты импульсов всех частиц, для того, чтобы задать состояние системы. Итак, состояние системы у нас полностью определяется, вот, задание... полностью определяется заданием координат импульсов всех н-большой частиц. Итого, 6n-большое переменное. Вот вектор такой, 6n-мерный, он получает название фазовой точки. И, на самом деле, чтобы следить за состоянием системы, в принципе, надо следить за состоянием, за движением вот этой фазовой точки. То есть, как изменяется вот такой вот гигантский вектор, вот этот компонент, 6n-мерный. Все. И это полностью будет задавать нам состояние системы. На самом деле, если мы считаем, что частицы двигаются соблазно закону классики, то, вообще говоря, у нас есть полость уравнения для движения соответствующей системы. Это уравнение гигантона, вот они в рамочке выписаны. На самом деле, мы видим, что фактически эволюция системы полностью задается вот 6n штуками уравнений гигантона, вообще говоря, в частных производных. И, вообще говоря, если вы знаете гигантонен систему, то есть, как гигантонен система зависит от координат, или со всех частиц, то, вообще говоря, эти уравнения полностью описывают эволюцию системы. Вот видите, эти уравнения являются дифференциальным уравнением первого порядка по времени. И, вообще говоря, если мы задали начальную условию, начальный момент времени, то, вообще говоря, вот эти вот уравнения позволяют вам найти состояние системы в любой последующий момент времени. Формально так. Ну, давайте двинемся дальше. Ну, гигантонен систему. Опять рассматриваем классику. Вот будем считать, что у нас частицы парно взаимодействуют между собой. В этом случае гигантонен для системы ВОТОНГО. Это, значит, сумма кинетической энергии всех частичек, плюс потенциальной энергии парно взаимодействия. Значит, применяем уравнение движения. Вот у нас с таким гигантоненом уравнение движения применим следующий гигантон. Гигантон, уравнение движения. Гигантон, уравнение движения. Где, естественно, производную от соответствующего потенциалового взаимодействия мы заменили векторов ДФКТ, которые есть просто сила, действующая в масс-накатую частичку. На самом деле, казалось бы, мы можем, вот с использованием этих уравнений, описать полностью эволюцию системы. Знаете вы начальные условия, в начальный момент времени, знаете вы полностью эволюцию системы. На самом деле уравнений очень много. Уравнение сложное. Если считать R в 10 в 22-й, в 10 в 23-й частичек в публическом сантиметре, то у нас, соответственно, этих уравнений, вообще говоря, 6 умножить на 10 в 23-й. Значит, кроме того, что реально решить такое количество уравнений в частных производных невозможно, проблема на самом деле более глубокой. Их решать бесполезно. Потому что на самом деле можно показать, что вот эта вот система уравнений, она крайне чувствительна к заданию в начальных условиях. То есть, если вы чуть-чуть варьируете в начальных условиях, то оказывается, что по истечению споненциально маленького времени у вас тариктории разбегутся и совершенно забудут о начальных условиях. А в этом смысле вам в начальных условиях надо задавать сошлабляющую точность. На самом деле, вы с этим постоянно сталкивались. В принципе, монетка подброшена, когда орел и мережка. Совершенно очевидно, что она двигается, согласно законам, механической. Но довольно глупо пытаться сосчитать конечный результат, который получится. Орел и мережка. Из этого просто ничего не получится. А вы изначально интуитивно начинаете использовать статистический метод. А именно, вероятность выпадения орла и мережки, она 50 на 50 процентов. Вот точно так же ситуация и здесь. Несмотря на то, что есть уравнения, описывающие эволюцию системы, но вообще говоря, для их решения надо знать начальные условия с подавляющей точностью. Такой точности задания на целом условиях у нас нет. В этом смысле изначально для системы основной частиц необходимо использовать статистические методы. То есть не пытаться наблюдать за эволюцией системы, а попытаться сделать немножечко по-другому. Итак, собственно говоря, дальше мы будем стараться так делать. Итак, здесь еще немного посмотрим, что следует из предыдущих уровней. Значит, во-первых, у нас есть сильные, есть некоторое очень важное ограничение на движение фазовой точки. Если мы рассматриваем консервативную систему, то есть систему, которая будет явно зависеть явно от того, систему, у которой энергия будет сохраняться, то тогда совершенно очевидно нам необходимо для движения фазовой точки записать важное условие. А именно, что у нас гамильтониан, который вообще говоря, есть функция от всех координат импульсов, всех частиц. Вот давайте дальше, чтобы не писать пульсов этих N, давайте обозначим набор координат импульсов всех R частиц. Вот, буклочка N, Q и P. Это не конкретные импульсные координаты, это набор координат импульсов всех частиц. Тогда совершенно очевидно, какое у нас условие на фазовую точку мы можем. Наш гамильтониан – это есть некоторая энергия всей системы. Это есть константы, не зависящие от координат импульса. На самом деле, вот эта вот вещь описывает некоторую поверхность фазового пространства, которая называется энергетической поверхностью. Ну, более простой вариант, например, постоянной энергии. И ясно, что у нас, по крайней мере, есть ограничения на движение фазовой точки. Она будет обязательно двигаться вот по этой энергетической поверхности. Значит, что другое мы можем сказать? Вообще говоря, конечно, ограничения на движение фазовой точки накладывают еще дополнительные внешние условия, а именно всевозможные стены, пошли и так далее. Накладывают ограничения хотя бы то, что система, она находится в некотором астрологическом объекте. То есть у вас вообще, говоря, изменение координат обязано быть таким, чтобы вы укладывали свой бетон. Но это довольно слабое ограничение. В общем, на самом деле, во всем остальном, а вообще говоря, динамические переменные, то есть координат импульса пробегает практически всевозможное значение. Поэтому давайте дальше. Следуя гипсу, будем стараться рассматривать не конкретную систему и движение фазовой точки во время, а будем рассматривать набор из большого. Вообще говоря, это стремится бесконечно. Набор системы. Более-менее точных копий данной системы. Вот точных копий в том смысле, что все макроскопические свойства для этого набора систем одинаковые. То есть давайте перечислим так, что можно изменить, что поднимается под макроскопическими свойствами. Ну, значит, набор систем, у которых одинаковая энергия. Если вы задаете, допустим, для газа давление, одинаковое давление для газа во всех этих системах. Если вы задаете объем, некоторые для системы одинаковые объемы. Ну и так далее. То есть все внешние условия, все макроскопические вещи одинаковые. Но вообще говоря, набор систем бесконечно большой, потому что вот мы видели, может быть, огромный перебор всевозможных координат и импульсов для частиц. Тем не менее удовлетворяющих всем угасам. Итак, давайте будем рассматривать движения конкретно фаза этой точки. А вот набор таких систем абсолютно одинаковый с одинаковыми макроскопическими параметрами, но вообще говоря, совершенно разными как разными макроскопами для частиц. И дальше, следуя гипсу, будем интересоваться не движением опять-таки фазовой точки по времени, но и эволюцией системы по времени. А будем интересоваться, с какой вероятностью у нас вот из этого набора систем, одинаковых макроскопических, но разных макроскопических, с какой вероятностью у нас система попадает в той или иной объемчик фазового пространства. И на самом деле в дальнейшем любые средние, которые мы будем определять, мы будем усреднять не по времени, как казалось бы, надо делать, а будем усреднять по этому ансамблю, по этому набору систем одинаковых макроскопических. Или еще, по-другому говоря, усреднять по ансамблю гипсу. Так, ансамбль гипсу — это просто набор систем одинаковых макроскопических, но разных микроскопических, в том плане, что у них достаточно произвольный набор координатных импульсов для всех частиц. И мы перебираем все такие возможные системы, какие только мы будем, и по ним будем усреднить. Здесь приведены слова гипса, которые фактически именно про это и говорят. Письма очень мелко. Вот в книжке Садовского вы можете посмотреть, это практически одна из первых страниц, где приняли слова гипса, которые говорят, как мы будем рассматривать систему, что мы будем рассматривать, как вот такой статистический ансамбль гипса и наблюдать будем не за эволюцией системы, а за тем, с какой вероятностью система оказывается в том или ином фазовом объеме. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. На самом деле, фактически основной характеристикой, описывающей вот такой ансамбль гипса, является так называемая функция распределения фазового пространства. На самом деле, по смыслу, она есть просто плотность вероятности распределения систем в фазовом пространстве. А именно, давайте введем вот такую же функцию. Мы хоть КРО ее обозначили. Вообще говоря, она зависит от координат и импульсов всех частиц. Все, раз напомню, маленькая и Б-большая, мы с вами обозначили набор координат и импульсов всех частиц. Вообще говоря, она может зависеть от времени, так как у нас система может эволюционировать во время и соответствовать плотность вероятности может изменяться по времени. И под то и последовательное мнение, что мы сказали, что это плотность вероятности в фазовом пространстве, то ясно. То есть, если мы возьмем фазовый объемчик, помножим на этот фазовый объемчик плотность, естественно, что мы получим? Раз РО это плотность вероятности, мы получим просто вероятность. Итак, ДО, которое здесь написано, это вероятность того, что у нас система попадет в элемент фазового объема ДПВК вокруг точки ПКу, фазового пространства. Все. Давайте некоторые свойства сразу же у нас полного написано. Итак, РО это плотность вероятности, для нее нет никакого ограничения, что она меньше единицы. Вот для вероятности есть ограничение, что она меньше единицы. Во-вторых, значит, к моему удивлению, я обнаружил, что РО не понимает, что означает ДПДКу, написанное здесь. На самом деле, когда вы пишете, допустим, мотивируете по трехмерному пространству, когда вы пишете ДР-вектор, то в данном случае имеется в виду, что вы дифференцируете по ДХ, ДУ, ДС. вот здесь у нас написано ДПДКу, это просто означает, что вы дифференцируете по трех компонентам координат первой частицы, трех компонент координат второй частицы и так далее. И всех первых частиц. Точно так же с импульсом. Двух компонентов, по трех компонентам инпульсом одной частицы, второй частицы и так далее. Итак, это 6-7-кратный интеграл, если вы вероятно узнаете в некотором конкретном гаоскопическом фазовом объеме. Все, определились. Значит, какое у нас ограничение есть на функцию распределения фазового пространства? По той простой причине, что это есть просто плотность вероятности фазового пространства. Но если вы проинтегрируете по всему фазовому объему, вы получите вероятность того, что у вас система хоть куда-то в фазовое объем попадет. Совершенно очевидно, что она хоть куда-то в фазовое объем попадет, поэтому вы вероятность получите единичество. Значит, совершенно очевидно, на функцию распределения у вас накладывается дополнительное условие, определяющее нормировку этой функции распределения. А именно, если мы договорились, что это функция распределения фазового пространства, плотность вероятности распределения фазового пространства, то тогда у вас есть вот такой вот ограничитель. Интеграл по всему фазовому пространству от функции распределения есть просто идентичный. Это вот такая нормировка на функцию распределения в классе. На самом деле, сейчас, практически уже сегодня, мы с вами начнем рассматривать и кронтовые системы. Поэтому давайте немножечко по-другому ведем нормировку. Вот в пульсе ландавой лифтса, пока у вас рассматривается классическая система, вот такая нормировка, чтобы не мучиться. Еще попробуем ввести немножечко другую нормировку. А именно попробуем ее ввести так, чтобы у вас формулы оказывались одинаковые до некоторой степени. В квантовом и в классическом случае. Вот, значит, ну, все вы знаете, что на самом деле классическая механика является предельным случаем квантовой механики. Когда постоянная бланка в некотором смысле становится вна. Когда вы можете пренебречь в лице и начинать постоянные бланка. Давайте попробуем переписать формулы так, чтобы они до некоторой степени были верны и в квантовом случае, когда к нему можно применять квазиклассическое приближение. На самом деле, в квазиклассическом приближении, в отличие от чисто квантового случая, вы можете ввести одновременно координаты линусы. Вообще-то, в квантовом механизме нельзя одновременно вводить координаты линусы, по той простой причине, что вы не можете точно определить то или другое. Но у вас есть четкое определение, какова неточность определения координаты либо линусы. Неточность их определения связана между собой принципом неопределенности. Поэтому для одной координаты, координаты импульса, у вас есть вот такое вот условие, что неопределенность координаты, ну, допустим, для иксовой компоненты и для частицы, на неопределенность импульса, для такой же компоненты, она должна быть больше постоянной планки. Ну или 2π на постоянную планку и перечеркнуть. Дальше мы чаще всего так будем писать. Поэтому, на самом деле, у вас есть некоторый минимальный элементарный фазовый объемтик для одной компоненты координаты импульса. А именно, фазовый объемтик для одной компоненты координаты импульса должен у вас превышать 2π умножить на постоянную планку. Это есть просто некоторый элементарный фазовый объемтик. На самом деле, это фазовый объемтик, на который приходится примерно одно квантовое состояние. Меньше просто не имеет смысла расслабление. Значит, система там, в принципе, не может находиться. А в этом смысле мы можем отнормировать наш пазовый объемтик на соответствующее число 2π. Теперь нам нужно только определить степень 2π. Так как у нас компонент координат импульса 3π, поэтому нам, конечно, наш фазовый объемчик, вообще говоря, надо поделить на 2πH в степени 3π. Вот, на самом деле, переход к такому интегрированию, по сути, делает то же самое, что суммирование по квантовому состоянию, квантовой механике. Необходимо только учесть еще одну тонкую вещь. На самом деле, в квантовой механике, изначально, вы считаете любые частицы одинаковые. Одинакового сорта, тождественных. Вот, допустим, рассматривать ВН большую электрону. Они вообще говорят тождественные. Если вы переставляете два электрона вверху собой местами, то ничего не меняется. То есть, состояние системы при этом не поменяется. Это не ваша основу, у вас не поменяется. Вообще говоря, состояние системы при этом не поменяется. Да? Вот. А мы про это дело пока забыли. Поэтому нам, на самом деле, надо учесть, что если вы переставляете любые две частицы вверху собой, то состояние системы не меняется. В этом смысле нам фазовый объемчик еще необходимо дополнительно поделить на число перестановок из Н большого частиц. Число перестановок из Н большого частиц. Это Н факториал. В этом смысле, вы должны не просто поделить на 2pH в степени 3m, но дополнительно еще поделить на Н большое факториал. Вот, давайте это и сделаем. Итак, будем считать, что у нас фазовый объемчик вот такой вот нормированный. Вот. То есть, ДТДУ, поделенный на Н факториал 2pH в степени 3m. И тогда у нас функция распределения, это есть плотность вероятности вот таком, отнормированном фазовом объемчике. Но так как она все равно по-прежнему осталась, плотность вероятности его поднормированного фазового объемчика, тогда условие нормировочки немножечко изменится. Условие нормировочки тогда будет такое. Мы интегрируем по всему фазовому объемчику, отнормированному, в Dγ, который мы обозначили вот так. Вот, что мы обозначили под Dγ. И снова получим единичек. Хоть где-нибудь в однормированном фазовом объемчике, у нас все равно система не будет. Вы можете сказать, как же так? Так как мы изменили определение нормировки, у нас функция распределения просто изменится, ну, на множитель. На самом деле она изменится на множитель n факториал 2pH в степени 3m. На самом деле ничего страшного. Нам не очень интересна сама функция распределения. Нам, собственно говоря, она нужна только для того, чтобы находить всевозможные статистические средства. Вот давайте поговорим про то, что есть такое статистическое средство. На самом деле, если вы знаете функцию распределения фазового страста, то совершенно очевидно, что вы можете усреднить любую физическую величину по вот этому амсангу Грибсу. То есть усреднить физическую величину по вот этому напору макроскопической амберактной системы, но разной микроскопической, с разными 2pH. Как это сделать? Да беспроблемо делать. По той же простой причине, что РО имеет смысл вероятности, плотности вероятности по нахождению системы в окрестности точки по еду. То мы для того, чтобы найти среднее статистическое от любой функции, зависящей от координат импульсов всех частиц, мы должны просто ее проинтегрировать по всему фазовому пространству в нашей функции распределению. Вот если вы функцию распределения нормируете вот так, вот играл по нормированному фазовому пространству ради единицы, то тогда вот здесь под дгамма надо понимать ДП ДК поделение на соответствие щекая прицелка. Если вы понимаете под фазовое пространство обычное фазовое пространство ДП ДК, то тогда вам нормирую надо брать на единичку в обычном фазовом пространстве. То есть интеграл под ДП ДК, РО вы отправили в единичку. То есть РО переопределили, но вы интегрировали, переопределили. И у вас эти лишние коэффициенты полностью сохранятся. И для физических средств вы получите одинаковые результаты. На самом деле вот такая нормировка для некоторых системы удобна, удобней, по той простой причине, что вы будете получать абсолютно одинаковые формулы в квантовом и в классическом случае. Поэтому мы с вами достаточно часто будем пользоваться вот именно такой нормировкой. То есть интегрировать по нормированному фазовому объемчику. На самом деле из дальнейшего будет видно, что такое интегрирование просто полностью, соответственно, суммировано по квантовым состояниям в случае квантового состояния. А формулу в рамочках запомнили. Это фактически в данном случае самая важная формула по той простой причине, что она нам показывает, как нам нужно считать статистическое средство. Вот задали какую-то функцию, зависящую от координат и интегрирования. Вот у таких микроскопических, у всех частиц. И вы можете, если вы знаете функцию распределения фазов в пространстве, сосчитать макроскопическое соединение. Ну допустим, задали скорость, скорость ИТ частиц. Вы можете сосчитать макроскопическое среднение. Скорость ИТ частиц. Ответ ранее известен, но вы вычитываете ноль. Потому что оно может идти вправо, может идти влево. И положительный и отрицательный компонент равноправно. А вот если среднее в квадрате вы сосчитаете, то вы получите вполне конечный ответ. Если знаете функцию распределения. Да. Дальше. Значит, дальше пойдем делать некоторые обобщения. Ну давайте немножечко раньше наперед. Пойдем. Дальше. Значит, достаточно часто бывает ситуация такая, что вы замкнутую систему можете разбить на несколько подсистем, которые между собой практически не взаимодействуют. И по-другому говорят практически можно считать статистически независимыми. Так вот определим понятие статистической независимости. Вот на картиночке нарисована общая замкнутая система, которая разбита на две подсистемы. Один и два. Которые иногда, в зависимости от модели, можно считать статистически независимыми. Статистически независимые – это система, когда состояние любой из подсистем не зависит от состояния любой другой подсистемы. То есть, как бы, они независимо друг от друга занимают свои статистические состояния. Давайте попробуем это дело немножечко формально определить. Что это обозначает? Ну, допустим, мы интересуемся элементом фазового объемчика ДП1ДКО1 для первой системы и ДП2ДП2 для второй системы. Значит, из теории вероятности вы знаете, что если системы вероятности независимые, то есть независимые друг от друга, то вероятность одного события умножить на вероятность другого события даст вам вероятность общего события. Точно так же и здесь. Если у вас системы статистически независимые, то вероятность занятия объемчика ДП1ДКО1 умножить на вероятность занятия объемчика ДП2ДКО2 выдаст вам вероятность события, что у вас первая система заняла соответствующий объемчик первый, а вторая система заняла объемчик второй. Итак, давайте смотреть, что это означает. Это означает. Итак, вероятность полного события для полной системы 1,2. РО1,2 на ДП1,2, ДП1,2. Это и есть РО1ДКО1 на РО2ДП2ДКО2. Более того, естественно, и фазовый объемчик, и фазовый объемчик общий, это и есть просто произведение фазовых объемчиков для первой и для второй подсистемы. Совершенно очевидно. Они просто составлены так по определению. Отсюда мы мгновенно можем сделать вывод, что если у нас системы статистически независимы, то функция распределения совместного события – это есть просто произведение плотности и вероятности для событий в первой и второй системе. Итак, на самом деле для независимых подсистем плотность и вероятности просто распадается на соответствующее произведение функции распределения в отдельных подсистемах. Более того, на самом деле мы с вами показали, что так в случае, если система независимая, можно показать и обратную вещь, что если у вас функция распределения факторизуется на произведение функции распределения в разных системах, то такие системы являются статистически независимыми. То есть, состояние в одной системе совершенно не зависит от состояния проведения в другой системе. Итак, на самом деле, какой отсюда мы можем сделать вывод? На самом деле, если вы посмотрите на определение, как мы с вами определили статистические средние, они у нас определяются как интегрирование от интересующей нас функции микроскопической по фазовому объему с функцией распределения в фазовом пространстве, то тогда отсюда мгновенно можно сделать вывод, что, на самом деле, любое статистическое среднее для общей системы, вот составленное здесь первой и второй, у нас просто разобьется на произведение статистических средних для первой и для второй системы. То есть, если у вас некоторая функция, которой вы интересуетесь в общей системе, и является произведением динамических функций в первой и второй системе, то есть F1-2, то тогда и статистическое среднее от такой функции распадается у вас просто на произведение статистических средних. Вот что и записано в форму этих кругов. Сейчас мы этим свойством для статистически независимых систем мгновенно воспользуемся. А пока еще краткие отступления. Вот мы с вами определяем статистическое среднее. На самом деле, безусловно, так как у нас фазовая точка, система все время изменяется во времени. Ясно, что, вообще говоря, сама функция, которая зависит от динамических перемен, она все время двигается, флуктуирует вокруг своего статистического среднего. Поэтому нам надо как-то определить величину соответствующих флуктуаций. Безусловно, статистическое среднее хорошо работает тогда, когда флуктуации малы по сравнению с самими статистическими среднями. Поэтому нам, во-первых, необходимо определить величину, которую мы будем определять, в соответствующих флуктуаций. А во-вторых, убедиться, что действительно в большинстве случаев для большинства физически интересных характеристик у нас флуктуаций будут новые. Вот давайте этим и займемся. Ну, значит, как мы можем определить флуктуацию? Ну, казалось бы, наиболее простейший способ определить флуктуацию – это из самой функции вычесть ее статистическое среднее и наблюдать за такой величиной. Но, как вы можете наблюдать за такой величиной? Ну, взять от такой величины статистическое среднее. Тогда вы, конечно, получите просто ноль. Потому что, ну, для большинства физических величин у вас флуктуация вокруг статистического среднего входа и в положительную, и в отрицательную сторону, но и соответствующие флуктуации просто сократятся. Да? Ну, в большинстве у вас есть. Или даже для квадратных. Значит, поэтому, на самом деле, чаще всего для величины определяющей флуктуации берут несколько другую величину. А именно берут среднее от квадрата, от клонений. То есть берут функцию f, зависящую от динамических переменных, минус f, статистическое среднее, возводят в квадрат. Тогда это всегда будет положительная величина. И от этого берут статистическое среднее. Соответствующую величину вызывают в среднеквадратичном оклоне. На самом деле, естественно, чтобы размер настрелительной была такой, размер настрелительной, нам необходимо взять корень. Потому что, на самом деле, корень называют среднеквадратичным отклонением. Итак, корень из, как бы, дельта f в квадрате средний. Дельтой мы обозначили разность между f и f в среднем. Значит, это есть совершенно очевидно. Вот такая величина. Вот. Написано просто определение среднеквадратичной флоктуации. На самом деле, вы можете немножечко расписать такое среднее от того квадрата. А именно, вы просто возьмете квадрат, вот он квадрат выписан, и берете от него среднее. Естественно, среднее от среднего снова получится просто среднее. Правда? Тогда вы мгновенно получите, что вот такая квадратичная флоктуация. Это есть просто среднего квадрата, физическое увеличение, минус квадрат среднего физического увеличения. Вот так. Вот так у нас определится. Среднеквадратичная флоктуация. Вот, соответственно, если вы возьмете корешок, то получится корешок вот из вот этой величины. На самом деле, конечно, мы первые вероятности его однократно показываем. Ну и давайте попробуем в таком случае рассчитать, оценить флоктуации для аддитивных величин. Для большой системы. Итак, что такое аддитивная величина? Вот, аддитивная величина, это такая величина, которая, ну, распадается на сумму величин от более маленьких частей. Вот, маленьких подсистем, выбранных в нашей большой замкнутой системе. Вот. Ну, давайте перечислим аддитивные величины, которыми мы можем интересоваться. Масса, число частиц, импульс, момент импульса. Ну и так далее. То есть большая часть физических величин вообще является аддитивной величиной. Вот давайте попробуем оценить вероятность флоктации в системе, где у нас есть большое макроскопическое число частиц. Значит, если мы рассматриваем систему, которую можно разбить на большое число статистически независимых подсистем. Вот давайте разобьем нашу большую западную систему на N более-менее независимых подсистем. Так. И рассмотрим аддитивную физическую величину. Вообще говоря, N в данном случае, ну, и разбитие на подсистемы можно вести вплоть до отдельной частички, достаточно часто. Например, в идеальном газе это просто действительно так. Вы можете разбить систему просто на отдельные частицы, и они у вас будут статистически независимы. Вот. Итак, для аддитивной величины. Вот мы разбили на N подсистему. Совершенно очевидно, что у вас некоторая физическая величина будет являться суммой по всем этим N подсистемам. Вот так. Берем среднее статистическое. Так. В правой и от левой стороны формулы 2. Ну, совершенно очевидно, у вас, как бы, среднее статистическое просто распадется, опять-таки, на сумму по R от средних статистических в каждой подсистеме. Если вы подсистемы более-менее одинаковые выбрали, то совершенно очевидно, что у вас это статистическое среднее будет, ну, как минимум, пропорционально M подсистемам. Итак, на самом деле статистическое среднее от аддитивной величины, вот пропорционально M подсистемам, на которые вы разбили вашу систему. Давайте посмотрим, что будет происходить с флуктуацией. Давайте. Так. Флуктуацию. Давайте сосчитаем квадратичную флуктуацию. Вот она у нас записывается. Просто по определению на предыдущем слайде. Вот. Нам осталось взять квадрат вот от этой большой суммы. Квадрат от N слагаемых. Ну, как квадрат берется? Это и есть сумма квадратов каждой величины. N большое их квадратов. Плюс у вас будет несметное количество промежуточных, как бы, перекрестных слагаемых. Где будет дельта F. И D на дельта F катает. И средняя дельта величины. Но мы с вами договорились, что мы разбили на подсистемы статистически независимые. Тогда средняя от такого произведения перекрестного. Оно просто разобьется на произведение средних. Правда ведь? Мы с вами только что это показали для статистически независимых подсистем. Ну, а средняя от дельта F у вас просто по определению не есть ноль. Дельта F это F минус F средний. Берите от этого среднего и вы получите ноль. И так все перекрестные слагаемые у вас просто пропадут. И у вас окажется, что средняя от квадратичной флутации есть не что иное, как сумма по R. Опять-таки, вот таких средних в каждой подсистеме. И так, у вас квадратичная флутация получилась тоже пропорционально R. Правильно? R. Но для того, чтобы получить среднюю квадратичную флутацию, из этой квадратичной флутации надо еще корешок взять. И оказывается, что у вас относительная флутация, кажется, ведет себя как единица на корень из F. То есть, если вы поделите среднюю квадратичную флутацию, вот с корешочкой, на само F среднее, то эта величина, вот пропорциональная единица находится на корень из F. Если N – это число частиц, 10, 23, то вообще говоря, всякими флутациями и отклонениями от среднего для аддитивных физических личин можно просто полностью пренебречь. Они будут исключительно малы. В этом смысле нам чаще всего для больших систем достаточно знать свой средний. А вот только средний. А вот если число частиц и системы такие, что у вас там число частиц порядка 10 в 6, то тогда флутация становится уже вполне наблюдаемой. Вот такие системы называются мазоскопическими. И сейчас довольно много народу занимается свойствами таких систем и включением флутаций соответствующих систем. О, солнце. Там можно как-нибудь прикрыть от солнышка. Для того, чтобы двигаться дальше, к людям приходят солнышку. Давайте. Вот человек, а вторые пары очень плохо видно. Несмотря на то, что солнце вот там, но Сбербанк появился. Давайте рассмотрим некоторую чисто механическую теорему, которую мы на самом деле сейчас мгновенно используем для наших статистических свойств. Собственно говоря, это теорема, которая есть чисто механическая, а определяемая, ну просто, свойствами уравнения гамильтона. Тем не менее, она дает нам то, что функция распределения фазового пространства, которую мы с вами берем, ее действительно можно определить как плотность вероятности фазового пространства. И именно она позволяет нам вводить и рассматривать статистические средние. И именно эта теорема на самом деле во многом определяет, что статистическое среднее, среднее по ансамблю Гипсона в большинстве случаев совпадает с средним по премии. На самом деле, как бы, немножечко я забежал вперед, вот вы можете сказать, а почему мы с вами определяем статистические средние, вот как среднее по ансамблю Гипсона. На самом деле, физически, вот если вы наблюдаете за системой, нас интересуют средние, вообще говоря, по времени. То есть вы смотрите за какой-то физической величиной, которая, вообще говоря, зависит от времени, да? Вот довольно большой промежуток времени. И усредняете по этому промежутку времени. Ну любые приборы распределительные. Они именно так делают. На самом деле, макроскопическое среднее, это есть среднее по времени, от любой практической величины. А мы с вами усредняем по такому-то ансамблю. Вот. На самом деле, как бы, показать, что эти средние равны, в общем случае, достаточно сложно. Несмотря на то, что для многих систем это и точно показывается. Вот. Но интуитивно это довольно-таки понятно. Вот. Значит, опять-таки, на примере монет вы понимали, что происходит. Вот. За вероятностью выпадения орла и орешки можно наблюдать двумя способами. Вы можете тысячу раз бросать одну монету и определять вероятность выпадения орла и орешки. А можете взять тысячу монеток и бросить один раз. И смотреть на тысячу монеток вероятность выпадения орла и орешки. Интуитивно ясно, что результат будет один и тот же. 50 на 50 будет вероятность. И в том и в другом случае. Более того, ясно, что результат для вероятности будет одинаков. Так вот, первый способ – это среднее по времени, когда вы многократно кидаете одну монету. А второй способ – это статистическое среднее. Когда вы кидаете, как бы, тысячу монет, результат от усреднения, естественно, как бы, для вероятности будет один и тот же. Так вот, на самом деле, теоретически оказалось гораздо удобнее усреднять по статистическому ансамбу. А для того, чтобы это можно было делать, большую роль сыграла теорема Леувилля, которая просто определяет свойственное уравнение генеток. Теорема Леувилля говорит о том, что фазовое пространство, объем фазового пространства в процессе механического движения не изменяется. На самом деле, вы с этой теоремой уже сталкивались. Давайте ее еще раз рассмотрим. Итак, согласно этой теореме, для систем, подчиняющихся уравнению генетона, фазовый объем системы в процессе механического движения остается постоянным. Так, уравнение генетона еще раз описываем. Вот они. Итак, давайте рассмотрим. Вот набор фазовых точек в начальный момент времени, по истечению времени t. Вот эти фазовые точки переместились. Объем этот несколько искривился, но объем, занимаемый этими же точками фазового пространства. Любой последующий момент времени оказывается абсолютно точно таким же. Ну а именно, если мы в начальный момент времени t0-1 проинтегрировали по фазовому объемчику g0, то в процессе механического движения, естественно, этот фазовый объемчик переместился. И у нас фазовый объемчик, вот мы должны проинтегрировать по ДП и ДП, вообще говоря, зависит от последнего места. И интегрировать мы должны по новому фазовому объемчику. Так вот, интегралы-то разные, а результат от этого интегрирования абсолютно одинаковый. Так, фазовые объемчики окажутся неизменными. На языке бесконечно маленьких фазовых объемчиков, ну просто это означает, что дифференциалы вот этих не изменятся. И вот так вижу. ДП0 любое, ДП0 любое, ДП0 любое. Дифференциалы в начале момента времени, ДП0 и ДП, ДQ, любой последующий момент времени, они есть просто одинаковые. Но на самом деле нам надо доказать формулу 127. Итак, другими словами, движение фазовых точек происходит как будто движение не сжимаемой жидкости. Вот жидкость у вас как-то движется. Вот вы следите за точками, взятыми из некоторого объема жидкости. Если вы в любой последующий момент смотрите за этими же самыми точками жидкости, то суммарный объем, занимаемый ими, не изменяется, когда жидкость не сжимаема. Всё. Так, попробуем соответствующую теорему доказать. Давайте рассмотрим вот интеграл по объемчику G1 ДП до Ку. И попробуем в этом интеграле вернуться к старым переменам, ДП0 и ДК. Давайте, чтобы особо не маяться, с очень многократным интегралом. Для упрощения будем рассматривать вот такое движение, когда у вас есть одна компонентная картонка и одна компонентная импульса. То есть интегрированная двухмерная двумя рассматривать, чтобы особо не заборачиваться. На самом деле обобщение абсолютно однозначно можно сделать. Просто всё более громоздко будет выписываться. Для сокращения записей будем рассматривать вот такой двухмерный случай. Одна компонента координат и одна компонента импульса. Значит, как нам перейти к старым переменам интегрирования? Это делается с помощью гербиана преобразования. В данном случае двухкратный интеграл будет. Вот здесь записан гербиан преобразование к старым переменам, ДП, ДК, ДК, ДК. По определению это есть детерминат код от соответствующей матрицы. Итак, гербиан по определению это детерминат код от матрицы, составленной из таких производок. Мадонна, многократный интеграл. И замена переменных в них вспоминаний. По той простой причине, что это детерминат, для него можно, для гербиана можно выписать ряд свойств. Ну давайте свойства рассмотрим. Значит, что произойдёт с гербианом преобразования, если у его имя ставит. Но это то же самое, что перестановка двух строк в детерминате. Это приведёт к изменению знака детермината. Ну, значит, у него места не перестанет. Так, если у нас переменная v просто совпадает с переменной y. Некоторые производные в матрице дадут просто совершенно очевидную единичку, и вы получите опять-таки очевидный результат. Дальше давайте, какие формулы вам сейчас понадобятся для доказательств. Вот, давайте смотреть. Значит, как бы двукратно мы можем, как бы двукратно мы можем формулу 129 применять. То есть на языке дифференциалов это достаточно очевидно. Для гербианов точно так. Мы можем ввести промежуточные переменные t и r. Вот тогда двукратно применяя формулу 129, получите формулу 33. Вы сначала переходите к переменам t и r, к переменам x и r, а потом от переменных t и r к переменам u и r. Совершенно очевидная формула 33. Ну и, наконец, последнее. Если u и v у вас зависят от времени, а x и y не зависят от времени, то тогда без проблем взять производную по времени. Вы должны взять производную по времени первой переменной, плюс такое же слагаемое, где вы берёте производную по времени вот в стороне. Вот теперь, давайте перейдём к доказательству теоремы и лунии. Значит, что на самом деле нам надо доказать? На самом деле нам достаточно доказать, что производная по времени, вот якобиана преобразования у нас будет равна 0. То есть якобиан преобразования у вас по времени меняться не будет. Так как совершенно очевидно, что в начальный момент времени оно равен 1, но в начальный момент времени у вас были переменные p0 к 0, а новые переменные p и q в начальный момент времени совпадали с p0 к 0. Поэтому в начальный момент времени якобиан преобразования равнялся 1. Ну а дальше, если у вас по времени не изменяется, то совершенно очевидно, что у вас всегда будет равна единица. И тогда мы тюрему любви и докажем. Всё, поэтому давайте с вами покажем, что производная по времени от якобиана преобразования равняется 0. Без проблем берём производную по времени. У нас вот здесь P0, P0 это начальный момент времени, а она от времени у нас не зависит. Значит, берём производную по времени от P0 и Q0. Берём производную по времени от первой переменной и от второй переменной. Вот здесь над ними точечки стоят. P0 с точечкой и Q0. Плохо видно. Давайте с первым слагаемым разбираемся. Вот здесь P0 с точечкой стоит. Давайте введём промежуточные переменные P и Q. Вот здесь стоит P с точечкой и Q с точечкой. Здесь стоит P, Q с точечкой. Ну, давайте от этого слагаемого возьмём. Введём промежуточные переменные P и Q. Тогда у нас будет якобиан преобразование от P и Q к P плюс точечкой и якобиан преобразование от P0 в любое к Q и любое к P и Q. Ну, смотрите, вот здесь вот переменные P и P просто одинаковые. Значит, на самом деле здесь стоит просто производная от Q с точечкой по Q. И якобиан преобразование. Точно так же со второй производной разбираемся. Опять здесь будет снять D, P с точечкой и D, P. И опять-таки якобиан преобразование от P0 в любое к Q0 в любое к P. Окончательно производная у нас приняла вот такой вот вид. Вот видите, вот здесь вот в кругленьких скобочках стоит производная от P с точечкой по D, P, производная от U с точечкой по D, Q и якобиан преобразование. А вот теперь без проблем показать, что то, что вот здесь стоит в круглых скобочках, в связи с тем, что у нас есть уравнение или у виля, на самом деле это есть чисто в виде 0. По той простой причине, что и то, и другое, что здесь стоит с использованием уравнения Гамильтона, это есть просто смешанная производная вторая по P и по Q от Гамильтона. Потому что P с точечкой, вот, это есть минус D, H, P, D, Q, а Q с точкой это D, H, P, D, Q. Тогда мы, наверное, получаем, что первая производная это вот такая, вторая производная для Гамильтона смешанная. А второе слагаемое это минус такая же производная смешанная. Совершенно очевидно, что в круглых скобочках мы получим рост. Итак, на самом деле, теорема Леуилля нам не доказана. На самом деле, пока это чисто механическая теорема. Ну ладно, фазовые объемы не меняются в процессе механического движения. Но отсюда мы с вами мгновенно можем сделать вывод такой, статистический, что у нас будет происходить в процессе механического движения с нашей функцией распределения фазового пространства. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить в процессе механического движения. Вот, там была нарисована картиночка, вот фазовые точки переместились в новый объемчик. Если у нас система попала в начальный объемчик, то совершенно очевидно, вы следили за всеми фазовыми точками. Но совершенно очевидно, что у нас все точки, которые попали в один объемчик, они же переместятся в другой объемчик в процессе механического движения. Т.е. если эти точки попали в начальный объемчик, то они гарантированно будут в процессе механического движения в следующих номерах. Итак, окончательно, смотрю, простой. у нас какая была вероятность попадения в этот фазовый объемчик, вероятность попадения у нас была, наша функция распределения может надо быть в другую, то в любой последующий момент в времени совершенно очевидна вероятность будет абсолютно точечная. Если точечки попадут в фазовый объемчик, то они гарантированно попадут в этот фазовый объемчик, который получился и в любой последующий момент в времени. Итак, вероятность у нас, конечно же, будет одинаковая. Но у нас, смотрите, и фазовые объемчики одинаковые, потому что они не изменяются в процессе механического движения. То есть dp, dq равняется dp, dq. Отсюда мы, наверное, делаем бы, что у нас функция распределения в процессе механического движения не изменяется. То есть полная производная функция распределения по времени от времени независима. Полная производная, а не частная, а не последовательно по явному зависимости от времени. Потому что у нас и p, и q от времени вообще, говоря, зависит. И как они зависят, нам определяет уравнение геолитона. То есть зависимость p и q от времени приводит к тому, что в целом функция распределения от времени не зависит. Именно это позволяет определить ее как плотность вероятности фазового пространства. Ну а теперь без проблем соответственно написать уравнение движения для функции распределения. Пользуясь тем, что полная производная по времени от функции распределения у вас есть в чистом виде ноль. Ну давайте возьмем с вами момент времени t и бесконечно близкий к нему момент времени t' Функции распределения в момент времени t и в момент времени t' просто совпадают. С другой стороны, в момент времени t' функции распределения, так как момент времени близкий, на dt отличаются. Вот оно записано с двумя от времени t' где мы бесконечно маленькие производные по времени взяли. Причем и p изменилось, и q изменилось, но и время изменилось. Ну а теперь давайте распишем деференциалы, считая dt маленький. Тогда мы мгновенно получаем, что полная производная по времени от функции распределения, оно у вас сравняется у вас. Оно у вас распишется на такие производные. На производную частную по времени, по явной зависимости от времени. Вот здесь t у нас стоит. На производную по времени от импульса и производную функции распределения по импульсу. И точно такая же производная от координаты по времени и производная от функции распределения по компонентам координат. Вот теперь уже вернулись мы обратно к случаю, когда у нас p и q многокомпонентный. Поэтому окончательно здесь сумма стоит до трех n большой. Потому что у нас каждая компонента координат к импульсу зависит от полиции. Итак, формула 47 просто говорит о том, что полная производная по времени от функции распределения равна целую. Давайте немножечко еще по-другому перепишем формулу 47. Вот явным образом в левую часть вынесем производную по времени, по явной зависимости от времени, от функции распределения. А все остальное оставим в правой части. Вот теперь смотрите. То, что у вас получилось в правой части, вы, кстати, многократно сталкивались на теоретической механике. Вот то, что здесь записано. В правой части это есть не что и больше, как скобки полсорды. И окончательно у нас определил с вами скобки полосона. Вот они еще раз выписаны. Формула 49. И окончательно у нас с вами уравнение любви принимает вот такой вот ответ. Итак, производная по явной зависимости времени от функции распределения равняется скобке полосона от h. нашей функции распределения. И это есть уравнение движения, определяющее поведение нашей функции распределения. На самом деле уравнение одно, но уравнение очень сложное. Это уравнение 6r плюс 1 частных производных. На самом деле, казалось бы, решать его ничуть не проще, чем решать в лоб наше уравнение Гамильтона. Но на самом деле можно делать некоторые приближения, позволяющие иногда более эффективно решать уравнение любви. На самом деле это уравнение является основным уравнением движения для функции распределения. И, вообще говоря, полностью определяет эволюцию механической системы. Но, соответственно, вообще говоря, принципиально позволяет определить вот такую н-частичную функцию распределения. И, соответственно, знать все статистические свойства нашей механической системы с большим числом частиц. Более того, в определенных случаях оно позволяет рассматривать не только равновесное состояние, когда у вас функция распределения явным образом перестанет зависеть от времени. А в этом случае, обратите внимание, если функция распределения у вас явным образом от времени перестанет зависеть, и вы рассматриваете статистическое равновесие, то тогда окажется, что у вас скотки пассонов равны нулю. А тогда это означает, что функция распределения в этом случае есть просто интеграл движения. И сейчас мы мгновенно воспользуемся этим свойством. В равновесном состоянии, когда у вас функция распределения явным образом от времени не зависит, то есть у вас функция распределения является интегралом движения. То есть скотки Пуассона и ее с гамминтонианом равны нулю. Интеграл движения, то есть в процессе механического движения, не будет изменяться. А явная зависимость от времени не будет. Так. На самом деле, мне трудно убедиться, что уравнение или у Виля – это есть просто уравнение непрерывности. Уравнение непрерывности для вот такой, условно говоря, не сжимаемой жидкости, эволюционирующей во времени. Напомню. Уравнение непрерывности стандартного для плотности или для числа частиц. Уравнение непрерывности в культуру в культуру в культуру в культуру в культуру в культуру. Это уравнение непрерывности для плотности нежного межрайона в этой скорой жизни. Давайте несколько по-другому взглянем на данное уравнение. До некоторой степени обобщения этого уравнения напишем. Вот у нас, смотрите, у нас есть вместо плотности фигурирует вектор вот такой. Набор координат и набор импульсов. 6n мерный вектор. Вот будем следить за движением вот в таком вот фазовом пространстве. Тогда ρ у нас есть плотность в таком 6-румерном пространстве. Наша функция распределения. Тогда уравнение непрерывности, вот какое у нас здесь было записано, совершенно очевидно, его обобщение имеет вот такое вот вид. Вот смотрите, как бы. ДРО по ДТ. Ну это просто производная по явной зависимости от времени. Дивергенция. В обычном виде, если трехмерное пространство, то дивергенция это соответствующие, производные по всем трем компонентам, в этом трехмерном пространстве. Но здесь у нас 6-румерное пространство. Значит дивергенция это производная по всем компонентам. Значит ρ это у нас скаляр, ρ вот он здесь и остается. А вот там записано у нас скорость. Ну а скорость движения вот в таком 6-румерном пространстве, это есть просто производная по времени от всех компонентам этого пространства. То есть это производная от всех компонентов В и производная от всех компонентов У. Вот это, да? Итак, здесь просто записано обобщение уравнения непрерывности вот в таком 6-румерном пространстве. Формула 51. Ну и давайте убедимся, что это уравнение непрерывности, это как раз и есть уравнение ВУВИЗ. Без проблем. Давайте распишем производное от произведения и здесь производное от произведения. И соберем все слагаемые, из которых ρ выносится без производных. В одно слагаемое, а все слагаемые, в которых есть производная от ρ, в другое слагаемое. Итак, формула 52 это просто вот это вот слагаемое произведение, производное мы взяли. А теперь давайте смотреть. Мы здесь круглую скобку получили, которую уже получаем. Который при доказательстве теоремы ВУВИЗа мы показали, что вот эта вот круглая скобочка равна целлю. Потому что это с разными знаками фигурирует смешанная производная второго порядка для непринятного. Вот. И так вот эта круглая скобочка просто равняется в углу. Но тогда у нас мгновенно остается вот от второго слагаемого только вот этого слагаемого. Формуле 52. Тогда мгновенно на уравнении 51 при непринятном виде уравнении 53. И теперь, если воспользоваться уравнением гементона, то тогда мы, наверное, получаем, что вот это вот есть не что иное, как стоимостью знака минус скобочки полоса. Так, типа, все. Ну и еще раз напоминаю, что если производное по времени от функции распоряжения равняется в углу, то скобочки по сону у нас тоже равны в углу. И функция распределения будет у нас просто интегралным движением. Ну давайте этим воспользуемся и еще ряд вещей своих получим. Вот. Отсюда на самом деле из того, что в равновесном состоянии функция распределения у нас является интегралным движением, мы сейчас сможем, как бы достаточно эффективно получить, что у нас функция распределения является, вообще говоря, зависит лишь от одного микроскопического параметра в системе. На самом деле мы сейчас с вами практически сразу получим распределение гипса, но реально мы его там из более микроскопического распределения чуть попозже с вами выведем. но важно то, что на самом деле мы с вами сейчас покажем, что вообще говоря, функция распределения, она зависит лишь от одного микроскопического параметра, зависит лишь от энергии системы. в состоянии статистического равновесия. Так, в состоянии статистического равновесия рассмотрение статистических свойств сильно упрощается. Поэтому на самом деле, несмотря на то, что вот уравнение любвида у нас было записано для всех систем, и равновесных, и неравновесных, в дальнейшем в курсе у нас в основном, за исключением кратких отступлений, речь идет в основном о равновесных системах. О системах, в которых функция распределения явным образом от времени не зависит. Вот давайте этот случай сейчас не будем рассматривать. Значит, нам надо посчитать. Так, функция распределения у нас в равновесном состоянии получилось интеграловое движение. На самом деле, в любой системе у нас очень много интегралового движения. Значит, если у вас система с степенями свободы, а если у вас в системе N-частиц без внутренних степеней свободы, то тогда число степеней свободы у системы у вас, безусловно, три умножения на это. Ну, значит, как будет. Итак, число интегралового движения для системы с S степенями свободы огромное есть просто 2S-1. Для системы, состоящей из N-частиц, 2S это есть просто 6,5. Здесь вот вот совершенно усилия как мы сейчас. для каждой частицы 3 степени свободы, значит, как бы S равняется 3, но 2S равняется 6. 2S, которые вот сюда входят. Итак, число интегралового движения, вообще-то говоря, если у вас N-10-23, оно просто чрезвычайно громче. Поэтому, казалось бы, задача нисколько не облегчается. Но сейчас мы воспользуемся специфическим свойством функции распределения. Мы с вами видим, что если как бы у нас система как бы разбивается на статистически независимую подсистему, то функция распределения у нас разбивается на произведение функции распределения. Итак, для статистически независимых подсистем у нас функция распределения разбивается на произведение функции распределения. Давайте тогда возьмем логарифм от функции распределения и посмотрим, какие у него суммы. Совершенно очевидно, что логарифм от РО1-2 у вас разобьется на сумму логарифма от РО1 плюс логарифм от РО2. Но тогда смотри, у нас есть статистически независимая подсистема. Логарифм от функции распределения для них разбивается на сумму логарифмов от каждой из подсистем. Что это означает? Да это означает, что на самом деле логарифм функции распределения есть некоторая аддитивная величина. Правда? Мы с вами обводили определение аддитивных физических величин. Итак, функция распределения есть интеграл движения, значит и логарифм функции распределения есть интеграл движения. Сама функция не зависит, он как бы в процессе движения не изменяется. Точно так же логарифм не изменяется. И логарифм еще является и аддитивным значением. Значит он аддитивный интеграл движения. А вот таких-то интеграл движений на самом деле мало для механической системы. А именно можно совершенно точно показать, что аддитивных интеграл движений для механических систем мало. И это те самые интегралы движения, которые мы всегда изучаем. А именно интегралы движения, которые связаны с симметрией нашего пространства времени, а именно связаны с однородностью нашего пространства времени и изотропностью. Соответствующий интеграл движения это есть энергия, которая связана с однородностью времени, импульс, который связан с изотропностью с с однородностью пространства и момент импульса, который связан с изнородностью пространства. Итак, аддитивных интегралов движения всего вот такое количество. На самом деле их не 3, а, как легко понять, 3 плюс 3 плюс 1. 7,6. Правда? Потому что импульс и момент импульса – это нехилотоносность. Значит, в результате, на самом деле, логарифм функции распределения у нас может быть составлен лишь как линейная комбинация энергии всей системы. Импульса всей системы и моменты импульса всей системы. И никаких других возможностей нет. Потому что он аддитивный интеграл движения. Более того, ну и плюс некоторая константа, которая тоже является аддитивным интегралом движения. Почему коэффициенты, как бы, в этой формуле, естественно, они, как бы, вот эти вот коэффициенты, они, естественно, не должны быть одинаковыми во всех подсистемах нашей системы. А иначе у нас просто свойство аддитивности не будет. Все. Так? Откуда мы можем соответствующие коэффициенты? Да без проблем. Первый коэффициент не зависит, как мы слагаем, который не зависит ни от энергии, ни от импульса, ни от момента импульса всей системы. Его без проблем найти из условий нормирования. Наши функции распределения. Оставшиеся коэффициенты найти из-за определения, что такое есть статистическое средие. То есть берете, вот с такой функцией распределения, определяемой формулой 56, соответствующие статистические средние от энергии системы, от геметтениана. Получаете энергию всей системы, макроскопическую. А она у вас, грубо говоря, задана. Поэтому мгновенно вам определить коэффициент бета. Точно так же действуйте с импульсом и моментом. Но на самом деле нам в дальнейшем они по большей части были очень интересны. По той простой причине, вот как бы, что число существенных нагрузок не существенно упрощается, если с самого начала рассматривать систему в целом покоящуюся. Если вы рассматриваете систему в целом покоящуюся, а именно такой случай по большей части нам интересен, то тогда для нее полный импульс равняется нулю, полный момент импульса равняется нулю. Вот, то есть, и P, и M здесь, вообще говоря, вы можете сразу зарубить. Ну а тогда отсюда мы делаем вывод, что на самом деле у нас функция распределения зависит, зависит только, как бы, только от 1 вольт играла от движения, от Fnr. И это существенный вывод, вообще говоря, сразу же позволяющий написать распределение зависит, которое мы с вами выпишем чуть-чуть попозже, получая его вот из распределения, которое мы рассмотрим сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok